Добро пожаловать на канал Базар ТВ. Сегодня у нас пятый выпуск распаковки посылок на канале Базар ТВ. И смотрите, что я купил. Сегодня у нас шикарнейшее просто пополнение ретро-мобильных телефонов. Ну что ж, давайте будем распаковать, что же нам прислали в этот раз. Так, начнём с большой упаковки. Что у нас в большой упаковке из Чиябинска? Так, открываем посылочку нашу. Первым делом обнаруживаем зарядник от LG с таким разъёмчиком. Как вы думаете, что же у нас за LG такой? Ответ... Ответ вот здесь. В пупырщатой упаковочке. Коробка в сторону. Открываем. Это у нас LG GB110. Наконец-то он у меня в руках. Хоть он на инфинионе, но... Это тоже не случайно. Он с поддержкой карты памяти. Он с wireless FM, то есть радио без наушников. Хорошо лежит в руке, кстати. Такая резиновая клавиатура. Алфавитно-цифровая. Коричневый, шоколадный цвет. Как он... Вот, открывается. Аккумулятор у нас вот такой. Как на КП-105 и КП-110, в принципе. Наверняка там одна сим-карта и карта памяти. Ну, понятно уж. Из конца нуевых. Вот такой вот разъём под заглушкой. Не microUSB, а именно стандартный пропоритарный LG-шный разъём. Первый пошёл. Вторая посылка. А вторая посылка... Вот, видите. А вторая посылка из Краснодара. Родина IT-чанела. IT-чанел, который подымал тему Skyen Incoming Call в разы. Если кто знает этот канал, тот поймёт. Ну, запаковая очень глубоко, честно скажу. Давайте ещё. Режем, 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 режем. А там должен быть телефон, который я хотел почти 10 лет назад. 10 лет назад. Samsung. Видите, Samsung. А что же у нас за Samsung такой? Сейчас ещё прорежем. Конечно, глубоко, но всё же. Попробуем, а бы как достать. А это у нас вот такой вот телефон. Наконец-таки я захватил этот телефон. Вот такой вот я захватчик. Ретромобильных телефонов. Это Samsung E-1252. Пустышка аппарат, но главная фишка данного аппарата. Диктофон. Телефон. Фонарик отдельно. Это младший брат модели... Где... Вот. Это младший брат вот этого аппарата. Этот телефон E-2152 покупал в Три Поросёнка, ныне закрытый комиссионный магазин. А это из Победы, пожалуйста, младший братец. Наконец-таки. Второй пошёл. Третья посылка. Сейчас вспомню откуда-то. Тут даже легко раскрывается. По-моему, из Самары, кажется, посылочка. Сейчас это выясним. Кстати, тоже в стороночку. Раскрываем. В товарном чеке. Кстати, вспомню, в товарный чек тоже запаковали. А товарный чек там паево. Поэтому не буду полностью вам показывать. Просто я достану. Как тяжело достается. И в этой пакетике вас ждёт... Да, он из Самары. Во! Samsung Monteslider. Samsung Monteslider E2550. Тоже, наконец-таки, я его и получил. Стильный такой слайдерок. Вот такие вот клавиши. Полностью чёрный цвет. Потёртая задняя крышка. 1.3 мегапиксия. Камера 128 на 160 пиксией. Дисплей. Нету 3,5 мм под наушники. Только вот единственный пропитарный разъём. Третий пошёл. Четвёртая посылочка. Посмотрим, что у нас за телефон такой. Осторожно, хрупкая. Паевы нет. Наверное, чуть-чуть есть, но... Там товарный чек, но... Не увидели, слава богу. А я, кстати, немножко догадываюсь. Огадываюсь. Там два телефона одним лотом. И я не ошибся. А какую посылку я распаковываю? Пупырчатость. Всё как всегда. Классно, на самом деле, получать в пупырчатых упаковках. А не, кажись, это не два телефона одним лотом. Это я получаю сейчас один телефон. Потому что на нём зарядка. Оригинальная самсунговская. А что у нас за самсунг такой, интересно? Телефон из стоятия. Наверняка это самсунг C3212. Я его тоже хотел, кстати, в коллекцию. Вот. Да, кстати, чуть-чуть виднеется, что это самсунг. Двухсимочность. И это хорошо. Вот он. Вот она. Рыба моей мечты. C3212. Вот такой вот аппарат. 128 на 160 PXE. Две сим-карты. Такая вот клавиатура, потёртая временем. Четвёртый пошёл. А вот теперь, наверное, вот эти две посылки точно. Это тоже вот. Два телефона одним лотом и два телефона одним лотом. Просто я получил вот этот вот телефон, а вот это... Сейчас узнаем, что это. Вот. Тут даже обозначили. СДЭК. Вот что написали. Служба доставки экспресс-курьер. Там два телефона одним лотом уже. В товарном чеке. Опять паева. Угу. Запаковая так вдвойне. Сейчас раскрою. Раскрывается, кстати, быстро. А, нет. Завернули. Представьте. Завернули. Кажись, это сенсорные. И стояйте тоже. А там один смартфон на андроиде. И один на пропоритарной оси. Да, два телефона одним лотом уже встречаются. Сейчас достану. Да, и стояйте. Вот чего достал. Вот два сенсорных телефона. Вот он. Андроид смартфон. Мои мечты. Я его в коллекции хотел. Это Samsung Galaxy Pocket Neo. Односимочная версия, которая GT S5310. Наконец-то он у меня в руках. В руке езжет довольно-таки классно. Немного поломленная. Временем задняя крышка. Сидит хорошо. Аккумулятор. Вот такой у нас. Не знаю, выдержит аккумулятор или нет. Чё-то мне так кажется. Ну ладно. Это у нас пятый пошёл. Шестой вот такой вот. Это Samsung Genoa. C3510. Вот такой вот сенсорник. Уже пластик отлетел. Ну, надеюсь, что он в рабочем состоянии. Микро-SD карточка. Три с половиной метра, обратите внимание. Классно. Хорошо лежит в руке такой вот сенсорник от Samsung. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестой уже пошёл. И вот последние два телефона. А потом с вами проверим, как они ведут себя. Главное ещё достать аккумуляторы бы, потому что большая часть разряженные. Некоторые не разряженные. Ну, короче говоря, будем смотреть. Ну что ж, режем коробочку, чтобы так вот ещё, значит, режем. И вот. Ещё завернули. А вот, кстати, в принципе, можно и так открывать. Точно. На этот раз, смотрю, без... А, тут вот чём делать. Тоже, кстати, хитренько скотчем замотаю. Во! Какие хитрые, да? Угу. Зарядочка виднеется. Ну, тут два телефона. Угу. Первый телефон. Это вообще древность. Древность, 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 древность. Древность, древность, древность. Самсунг. Икс. Четыреста шестьдесят. Прямиком из 2004 года. Давно не держал в руках. Именно в серебристом исполнении. И как только нашёл. Офигеть. Я его заказал. Ивуайя. С внешним чёрно-белым экраном. Внутри цветной дисплей. Не помню какой матрицы, но 128 на 160 пикс. Ей тоже. Сайсоу платформа. Отлично помню этот телефон. Зарядка у меня есть. Вот жаль, что зарядки не несут в комплект. Так бы ещё нарадовался и нарадовался. Но зарядки со временем вздыхают. Однако проверялся продавцом, что он включался. Аккумуляторы и задняя крышка как единое целое. Седьмой пошёл. Восьмой. Вместе с зарядкой. А там второй ТЕФОН уже должен быть. Вот. А зарядка здесь не оригинальная. Да, зарядка здесь не оригинальная. Но что-нибудь когда-нибудь придумаем. И последний ТЕФОН. Это у нас... Наконец-таки. Самсунг. Нет, это не S5611, который был на канале Базар ТВ. Это S5610. В таком тёмном исполнении. S5610. Наконец-то. Сразу предупреждаю. Симку он не видит. Тут отломан один контакт. Но я чисто две коррекции взял. А так жалко, что симку не видит. Но... Тем не менее. Моя мечта сбылась. И теперь я готов наслаждаться этими ТЕФОНами. Итак... Чиябинск. Краснодар. Самара. Тайяти. 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 Самара. Самара. Вот. Вот такие вот ТЕФОНы я сегодня и получил. Кстати говоря, завтра. Сегодня у нас... Как раз таки пятница, 24 сентября 2021 года, 25 завтра, иду на почту получать посылку с восстановленным ТЕФОНом с АИЭкспресс Nokia 1681. Это неизданный в России ТЕФОН, да и вообще почти во всем мире, кроме Азии 1681 это версия 1680 Nokia. Без камеры. Обратите внимание. Ну что ж. Аккумулятор. И вперёд. Ну что ж, проверяем ТЕФОНы. Первый у нас LG. Немножко ошибся с аккумулятором. Тут 950 мАч. Как у GS-155. Но я поставил 900 мАч от КП-105. Обнаружил сим-карту ТЕ2. Забыли вытащить продавцы сим-карту ТЕ2. Ну, бог с ним. Ну что ж. Включаем. ТЕФОНчик включается. Не стал вставить симку. Кроме Samsung X460. Дело в том, что у этого LG платформа Infineon. И набирается довольно просто. Звездочка, решётка, 99, 99 решётка. Пока что включается без звука. Весьма нестандартное изображение. Это явно фотка. Не зарегистрирована на сим. Вот такие вот функции. Вы видите. Мои папки. Игры. Работает. Давайте проверим звук. Настроить. С карты памяти тут. Типа. Ага. Тут ещё MP3 лингтоны есть. Игры. Игры. но это подробнее будет в original wingtons lg gb110 ну все телефончик то у нас работает даже камера работает да камера работает и звуки здесь прикольный аппарат на инфинеоне выключаем это я потом настрою работает работает следующий у нас е 1252 я как-то зимой 2012 года увидел этот аппарат сначала по моему на mobile review я был настолько удивлен что простой телефон а в нем есть диктофон из-за чего я и захотел этот аппарат но стоимость 3000 рублей за такое решение в отличие от я один с 50 ай хоть пустышка но и то с я один с 50 ай стоил дешевле чем не 1252 они 1252 довольно интересный аппарат ну 3000 рублей момент истины включаем работает класс да чё-то немного тиховато динамик но может как-то настроим тихо сделали наверняка вот ставьте sim карту как видите есть сообщение диктофон игры а игра здесь одна супер жил класс давайте профи звука не звук здесь громкий на удивление вроде казалось мои файлы нет но мои файлы оказывается скрыты вот музыка соответственно никто не закачивал но есть голосовые записи это все из-за того что есть встроенный диктофон формате амэр приложение таймер секундомер младший братец память сеть строение памяти сообщение клины мои файлы здесь нет однако она скрыта как-то не странно есть радио без наушников не работает старшей версии без наушников работает ну что сказать наконец-таки наконец-таки я получил этот аппарат я ждал это в течение почти десяти лет звездочка решетка но и 2 0 6 звездочка 8 3 7 8 решетка проверяем production 14 июня 2011 года да да офигеть довольно редкая модель продавался не так хорошо как я один из 50 то есть если я один из 50 подавался донки неплохо то и очень редко выключаем вот какой вот еще звук вполне необычно воспроизводил этот телефон звук выключения следующий мобильник монта слайдер включаем звук давай на громкий самсунг ого заставка от sony ericsson а ну вы даете кстати моделька в принципе неплоха я могу даже туда же учет расходов есть игры приложения принц персии давайте откроем зато проверим медишник данной модели при вас давай открывайся уже с этот саунд фаунд как на е 200 джей 700 в старших моделях самсунга на свифте то есть воспроизводит хорошо то есть довольно таки неплохая модель подключение к пк съемный диск ну из-за того что поддержка карт памяти а поддержка карты памяти до 8 гигабайт из музыки не сохранилась sony ericsson видать был фанатом sony ericsson как и я в принципе но я такой фигни не занимался как они занимались фигней поставили заставку sony ericsson на на рабочем столе и наверняка звоночек от sony ericsson стоит неплохо неплохо камера камера работает но я сброшу через специальную команду рабочий даже шлейф в порядке судя по всему samsung а заставка от sony ericsson классно и забавно у меня несколько sony ericsson а тут вот такое у меня и так sony ericsson хватает а тут samsung продакшн итак 30 января одиннадцатого года старичок 10 января телефону старое но в хорошем состоянии в рабочем состоянии следующий у нас телефон c3212 samsung попробуем включить севший попытка номер два поставил свой аккумулятор c3212 ну что ж проверяем севший севший из-за чего я взял этот аппарат темки от c3010 вот поэтому я и взял звук работает на удивление звук работает мой скрипс музыка музыка не сохранилась ну справедливости ради и хочу сказать что я сразу доволен этим аппаратом это что у нас мобильный купон да вы что наверняка это некое приложение стороннее камера рабочая проверяем звездочка решетка 0206 звездочка 8378 решетка продакшн 9 ноября 2009 года даже слэйв 9 год то есть еще старее работает выключаем как и в принципе год выпуска данного аппарата то есть первопротивный образец данного аппарата весело следующий следующий у нас смартфон galaxy pocket neo попытаемся включить наверняка он тоже разряженный а аккумулятор давайте проверим вздут и не вздут хочу узнать вот вот такой вот у нас аккумулятор на 1200 ампер часов тоже наверняка надо подзарядить он немного под вздутой это ничего с другой стороны немного вздутия наверное есть ну пока что не критический аккумулятор то есть аккумулятор вполне пашущий надо заряжать ну тут одна сим карта микро односимочная у меня версия S5310 ну что ж откладываю этот galaxy pocket neo перейду к сразу C3510 включаем проверим сенсор работает или нет но звук работает это хорошо такая вот мелодия запуска C3510 Edge Quad Band то есть 4х диапазонник работает сенсор вот это клавиша назад телефон наверняка на платформе Swift насколько помню в версии ТВ там другая платформа просто обычная версия там Swift да этот телефон распознал команду это Swift платформа production 6 апреля 2010 года 11 лет телефону тоже старье но две коррекции это вообще ни ч го сенсор сенсор работает классно и хорошо даже 3,5 мм есть что радует выключаем аппаратец и переходим к настоящее ретро настоящая жившесть самсунг x460 вот он самсунг добрый день ну чё ж уж сказать добрый день добрый день поставил сим-карту имитед сервис разряженный аккумулятор надо подзарядить но даже звук работает стоит английский язык клавиатура русская ну вот language да русский есть даже болгарский есть и сербский офигеть славянские языки тут есть некоторые факт том что он включается даже нажимаются абсолютно все клавиши цифровые работает и внешний дисплей но надо поднастроить контраст аппарат яйцеобразный вот такой вот формы слушать прикиньте я доволен этим аппаратом и хоть это 2004 год злочка и шутка по-моему постарее 8 9 9 9 потом 8 3 7 да платформа это родственник 9 октября 2005 года 16 лет телефон живчик выключаем живчик 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 надо еще подзарядить и тогда я буду наслаждаться классным телефоном самсунг самсунг с 5610 напомню проблема заключается в том что не видеть сим-карту но все равно окупится благодаря тому что есть фейк-колу а вот кстати сейчас и докажу сейчас вот обратите внимание нету одного усика аппарата то есть воспользоваться связью я не могу это кстати 3g аппарат я его тоже хотел наконец таки я его получил ну что ж сейчас будет момент истины включения данного аппарата и разряжен аккумулятор телефон функционирует что в принципе не может не радовать быстрый довольно таки шустрый аппарат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 заручка но решетка все рабочий аппарат по моему эта команда недоступна видите инвалид access level 3.5 мм под наушники такой классненький цвет балдеж 5 мегапикс ей камера с автофокусом и светодиодной вспышкой оригинальная платформа в приложении там есть фоторедактор игры приложения асфальт шестой вот на примере а нет аккумулятор разряжен ёлки же палки да радио ну шустрый такой аппарат я в принципе доволен ну что ж выключаем е класснющий аппарат действительно класснющий ну и осталось проверить вот это вот героя вот он наш красавец заряжается попробуем включить нашего героя вот он колокси покет нео s5310 не s5310 не s5310 но я сброшу еще через рекавери кажись и будет все по-новому то есть как будто я начну снуя после покупки настоящего аппарата вот он samsung вот он моя мечта 2014 года да да я его с 2014 года хотел данный аппарат прикиньте тут он белом цвете попался вот он кейт мобайл остался надо все сбрасывать но богом нужно сбрасывать просто так потому что на нем 4 андроид кажись андроид 4.1.2 звук функционирует отличненько вот так вот самсунговчик выключаю сразу поставлю на зарядку а потом начну с этим аппаратом копаться вот